И снова добрый вечер, дорогие мои, с вами, впрочем, как и всегда, Алкобарт. Вот сегодня внезапно случился Богдан. Ну, как внезапно, он вчера сказал, что сегодня внезапно случится. И мы, конечно же, будем что-то пить, а заодно об этом обязательно поговорим. Погода нынче какие-то неисповедимые у нас. Да что-то странное происходит. То снег, то солнце, то какая-то хрень. Короче, мы запутались, и поэтому будем, естественно, пить. И раз у нас два коньячных бокала, то пить мы, конечно, будем прекрасное, волшебное. Трешачок. Трешачок. Богдан любит трешачки. То, что я люблю, да. Я ему честно сказал, он говорит, что мы будем записывать. Я говорю, у тебя есть на выбор водка, старка очередная или трешак. Он сказал, давай писать трешак. На всякий случай. И я решил, что все равно, раз Богдан завтра уедет, то мы сразу одним выстрелом убьем несколько зайцев. Правильно? Так, это уже интересно. Это будет заяц под названием Золотой век. Так, так что? Это будет яблочно-черно-смородиновый букет. О, главное, что не венерический. Остальное все можно. Третий заяц у нас дукат. Но зайцев у нас четыре. И если дети все в стекле, они прекрасны сами по себе, то есть с этим не стыдно к женщине в гости прийти. Вот Богдан всегда так делает. Кто есть еще в пластике? На дорожку. Ты еще берешься. Смотри, как оно благородно пенится теперь. Обалдеть. Праздник? Праздник начинается? Цвет соответствующий, скажу. Нет, вообще, скорее всего, наверное, вопрос выяснить, есть ли разница. Потому что все это крепленное. Крепленное, естественно, спиртом метиловым обыкновенным. Хорошо, что не метиловый. Все это стопроцентно яблочное. Ну, все понятно. Ну, видишь, мимо трактора ездят какие-то, все хорошо. То есть, ну, мы соблюдаем, по-моему. Кстати, насчет коньячных бокалов тоже все не так. Я же хотел вот этот мой, знаешь, стаканчик безысходный с 50-граммовым. Ну, я знаю, где второй бокал такой, но я не стал лезть наверх в сарай. Чем эта бутылка отличается от других, а? Да, блин, у этой состав такой же, что у этой. А, отличается она от всех остальных чем? Ну, быстро. Вот эта вот. Упаковочка, господа. Винная упаковочка. Это же уже упаковка. Причем ее надо зубом, я так понимаю, вскрывать, потому что язычок, если и есть. Давай, кстати, вскрывать, а то холодно. Ну, ты начинай. Мне интересно, есть ли тут язычок. А язычка-то нету. Простенько, чтобы если кому интересен состав этих напитков, то сок яблочный сброжено спиртованный, вода питьевая, спирт этиловый ректификованный. Просто из пищевого сырья, без люкса. У тебя есть ключи, зажигалка, зуб. Сахар, экстракт сухих ягод, смородина. Ну, видать, просто одна и та же спиртовая основа, но другие вкусы. Так, кто вот это производит, а? Производственное предприятие Беловежские вина. У меня крышка свернулась. У тебя свернулась, а у меня вообще не открывает. Ну, ты хотя бы смог. Ну, Беловежские вина. Сволочего я вам хочу сказать. Ну, видать, алкобар сегодня не пьет. Не, ну, слушай, ну, купил человек себе бутылку, да, в магазине. Думаю, чернильца, все хорошо, сейчас по-быстрому. Давай поглоточку. Так наливай, я в эту пытаюсь открыть. Вряд ли это у меня получится, я открою вот эту. Дукат тоже хорошо. Вообще надо было золотой дукат назвать. Как бы было надежнее. Ну что, что это у нас? Яблочный, черный? Это у нас, да, букет. Что делает, так глянь? Этот букет у нас делает... Да тоже, Беловежские вина. Беловежские вина, а что это за наглость такая? Значит, здесь хрен откроешь, а там не колотить. Ну, попробуем, давайте согреемся. Страшно? Страшно, страшно. Ну, лучше, чем я ждал. Не так уж и страшно. Оно даже пахло как-то нормально. Даже похоже на винишко. Один ход вперед ему. Слушай, а там крепость, подожди. 17,5. 17? Конечно, понятно, что я просто ждал трешака какого-то. Давай, ты пока нальешь и попробуй. Дукат? А дукат у нас делает червень. А, понятно, червенский производственный пищевой завод. Этих я знаю. Эту шнягу я уже ранее пробовал. А у тебя случайно с собой нету ножа в этот раз? А нету. Вот я и говорю, вот представляешь, как человек будет их материть. Вот ему же надо быстро. Ему же надо выпить сейчас. Дай сюда. Зубами, да. Все тебя учи. Вот и нет волхобар до зубов. Есть. Дальше твои зубы понадобятся. Кто вот это будет потом? Ага, что у меня есть? Слушайте, ну беловежские вина, ну вы охренели просто. Что у тебя есть, зубы? Зубы. Сейчас шмяк-шмяк, коренные пашные. Удаление зубов мудрости, бесплатно. С помощью глупости, да. Есть. Открыл. Ну вот вы представляете, да? Такое берут когда? Когда надо быстро выпить с мужиками. Это, поэтому такое не берут. Поэтому такое, я думаю, не берут. Знаешь, просто что, прям так и все. Ну, дукат. То получше было. Ну слушай, тут не надо искать глубоких запахов. Как это? Просто бить. Ты что, ты же сейчас винный эксперт. Если бы тебе это вслепую на какой-нибудь винной выставке дали и сказали бы, что несколько нетрадиционный портвейн, ты бы там наслаждался нотками, бочки, всякой фигни, и потом бы жидко обосрался. Ну тогда получается, за знание? За винных экспертов. Дерьмецо. Шаг назад. Шаг назад. Ну что ж, трудный выбор. Как там, золотой век? Ой, трудные открытия. Вот сколько нам открытий чудных готовит пробка из фигни. Золотой век? Ну посмотрим, насколько он золотой. Насколько золотой. Насколько прекрасно это время. Как говорится, не золотой дождь, это хорошо, понимаешь? Это вот тут сложный вопрос. Хотя внешне, что ты колотишься сидишь? Да, я не знаю. Видать, слишком трезвый. А, может быть, да, может быть. Исправим положение. Яблочком пахнет. Яблочком. Обалдеть, я научился распознавать запахи. А что бы распознавать, если все белорусские плодовые выгодные, один хрен пахнут яблочком. Ну и то верно. А также черной смородиной, аронией и бузиной. Ну что ж, третью за трезвый снечок есть. Поехали. К нему же. Я бы ни вперед, ни назад. Нет, я думаю, к нему же. Ну давай. Ну, Дукат однозначно убираем сразу просто. Безусловно. Дукат убираем сразу раз. А это у нас, кстати, не конкурс. Я уже знаю, что это за говно. И оно реально на дорожку. На какую дорожку? Как повезет. Повезет. Тут уже очень сложный вопрос. Окей. Ну давай-ка наш первый вариантик сейчас. А коктейля не будет? Так подожди, мы среди них победителя сейчас выберем. Окей. Давай попробуем. Зря он сказал про коктейль зря. А почему? По чуть-чуть. С дегустационных целях. Ты знаешь, о чем речь? Да нет, у меня уже просто мысли появились. Нехорошие, я бы сказал. Для тебя, но веселые для меня. Ну. Так. Этот выпуск мне нравится все больше и больше. Мне нравится, что мы наконец-то кухню эту долбанную утеплили. Я понял, что он колотится. Он же приехал типа поспать и бухнуть. Оказалось, надо мебель двигать. Ну, как будто бы и так выходных мало. Ну, пахнет-то нормально. Пахнет нормально. С морводенькой там. Весной запахло, летом. Вот этой всей фигней. Давай скорее выпьем. И будет ой-ой-ой. Мейден Дуарус. У меня это вот выигрывает. Южный склон горы Дзержинска. Да, вот эта холмика. Да. Гараж. 320 метров над уровнем моря. Это не хрен собачий. Давай второй. Пока помним. А то, что ты Дукат перебил все вообще. Прикинь, еще была бы на закуску яблочко. Нет, тут яблочко не спасет. Тут нужна ириска вот у нас из детства, от которой пломбы выпадали. Ой. Тут нужно что-то вот такое. Для того, чтобы пломбы выпали. Съемки офигенно. Надо сначала пломбы поставить. Да, поэтому не ставьте пломбы. Все равно вам придется бухать. Слушай, а реально, вот с семками бы за милую душу. И воняет меньше. И закуски мало. И вроде с маслицем все хорошо. То есть, слушай, одни плюсы. Так, все поняли. Берете вот такое в магазине, берите пакет семок. Из расчета один пакет на троих. А один пакет это в граммах сколько? В маленький самый-то что. А что тратиться? Типа три семки? Ну, взяли богатое вино. Решили культурно выпить, так сказать, обсудить мировые проблемы. Пакет семок вполне. Причем их закусывать ими не надо. Я рассказываю, почему семки не надо. Они просто делятся между троими и кидаются в карман. А уже идешь домой, перед приходом к жене, ты вместе со шкурками пожевал, плюнул. И заходишь такой нежно-благоухающий. Перебивает? Перебивает. Это я тебе на будущее расскажу. Но ненадолго. Спасибо за лайфхак. Ну. Нет. Все-таки яблочно-черно-смородиновое прям нормально зашло. Да. Отдавай золотой. Закрывай его. Нафиг. Перестань колотиться. А то сейчас начнется, что он весь уже колотится. Понимаешь, пьянство видать. Да блин, капец. Бесправду. 20 лет бухать ужас. Ну. Так, ну что. На этой радостной ноте. Так. На дорожку. На дорожку. Вино плодовое, крепленое, специальные технологии. Специальная технология, я не знаю, в чем заключается. Но открою секрет. Ну, любая технология, она специальная. Когда в Беларуси было сказано, что вы это бурло выпускаете? Нельзя бурло. Давайте что-то улучшенное, специальное. Добавили в описание слова специальное. Но. В этой бутылке есть и свои плюсы. Во-первых, не разобьется. Во-вторых, объем. В-третьих, название на дорожку. Оно прекрасное. Я его, кстати, когда-то уже снимал. Под ведяшку-болтовняшку. Поэтому я тебе говорю, я помню, что это такое. Оно очень прекрасно пузырится. Ну, это же волшебно. Как пивасик вообще выглядит. Ну, не то, чтобы как пивасик. Ты, видать, просто давно анализы не сдавал. Но легкий блевотный рефлекс появляется. Прости, я тебе перебью. Литр 0,5. Нету 0,4-0,9. Вот тут вот все хорошо. Вот тут вот все хорошо. С дешевым бухлом все хорошо. В громовке. Ты там говорил что-то. За партез. Я не знаю, что сказать. Тогда молча пьем. Не знаем, что сказать, молча пьем. Жив? Что? А как? А что? Ну, ты понял, да? Вот знаешь, есть вот напитки, которые... Оргазм был? 40 градусов пьются, как 20. Здесь 17, как 77. Жесть, это что такое? Ну, я тогда тоже. Это прекрасно. Это что? Это сразу... Это не на дорожке. Сразу маму вспомнил и забыть не могу. Плачу и кричу. Мама. Знаешь, это, наверное, из серии вкинуться и откинуться. И... У меня на канале не матераться. Сербский мат будет считаться. Боли меку распичка ты матерена. Запикаешь чуть-чуть. Запикаешь. Так. Ну, а теперь коктейль. Называется доброе и злое. Хорошее и плохое. Прекрасное и не очень. Ты наливаешь прекрасное. Так. Ну, это самое прекрасное, что у нас сегодня на столе. Давай так. Я пошел за лодкой. Нет. А я... Потрогай. Газики пошли. Да, так я почувствовал это, кстати. Не доброд? Ну, давай. С двух сторон. Окей. Ну. Не плачь. Что за двойное налить? Давай, давай. Вот. В две струи, как говорится. А ты что думал? В сказку попал. Мне кажется, это никогда никто не увидит. Ну, смотря, что с тобой сейчас будет. Я на это очень надеюсь. Мы там уже опять заболтались, поэтому давай. За коктейль доброе и зло. Давай, за жизнь нашу, жестянку. До дна? М? Может, сразу попрощаемся? Ира, пока. Скажешь свое прощание. А то я боюсь. На всякий случай. Нет, так у нас еще одна. Будет заключительная. Я тебе сейчас покажу. Поэтому поехали. А, крышка всю, да? До свидания. Надо допивать. Обалдеешь. Теперь Богдана колотит уже не по-детски. А я вам вот что скажу. Мы все это делали с тобой неправильно все это время. Я верю тебе. Я чувствую, что что-то не так. Потому что такие напитки надо пить с горла под магазином. И вот сейчас ты прочувствуешь разницу. На. Только надо обязательно подумать про что-то хорошее. У меня уже ничего хорошее закончилось. В голову не лезет. Подумать о том, чтобы влезло в голову что-нибудь хорошее. И в себя. С горла. Без фанатизма. Не надо винтом. И все. Так. Ну что ж. За доллар по 30 копеек. Верни бутылку, куда ты присосался. Нормально. Ну. А с горла-то как заходит, да? Песня прямо. Патриотично. Ну. Ты не понимаешь просто как это правильно пить. Объем. Литруха вообще-то. 0,7. Я понял. Это не под магазином пить. А купить в магазине. И от магазина до дома идти. Да. И пить. Да. Но желательно вдвоем, втроем. Одному в одно рыло литруху как-то даже семки не спасут. Понимаешь ли? Да и честно, этого литруху в одно рыло? Что ты там теребишь под столом? А почему у тебя скамейка мокрая? Ладно. Не утерпел, видать. Не утерпел. Поэтому с удовольствием, с радостью. Цветы какая хатка нарисована красивая. Сахар 50 грамм на литр. Заботятся о нас. Понимаешь? Сейчас солнышко уйдет. Сейчас солнышко уйдет. За солнышко. За прекрасную в общем-то погоду. За вас, дорогие мои. За ваши лайки. За ваши комментарии. За ваши подписки. За то, что вас ждет следующих видео, выходящих с пугающей. Мать ее периодичностью. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. И сейчас Богдан еще раз выпит из горла. Ему очень понравилось, да? Нет, давай-ка сам. Ну тогда, всем пока. И как теперь до нам идти? Ты понял, что эту хрень можно еще и выжимать? Ты ее пьешь, у тебя рука автомата вот так. Ты ее сжимаешь, и оно в тебя втекает, понимаешь? Я не хотел, а в рот попало называть. Это собача пришла. Надо что-то. Собача, смотри, классная штука. Собака, бука. Вкусняху хочешь? На, понюхай. Как пошел нахрен? Вот так. Там что у нас по времени? На всем собачьем. Надо выключаться уже потиху, да? Да. 17 минут. Спасибо за просмотр. Очень приятно с вами иметь дело, подписчики. А мы пойдем допивать. Но не это. Интересно будет, если ты это все-таки выложишь, комментарии почитать. Еще? Если вдруг кто-то... Что? Я ушел. Ну тогда, пойдем. Пойдем, пойдем. Все, теперь уже точно всем пока.